Привет, друзья! Снова у нас Audi A6 C5. Будем дорабатывать наш топливный насос, который стоит в баке. Суть в чем? Ну, как вы, наверное, понимаете, что любой ноу-хау требует постоянных доработок. И самое главное в этом, это доработку сделать вовремя, пока ничего у нас не сломалось. Вот, что у меня было сделано. У меня был переделан насос с перекачивающей на подкачивающей. Стоял такой вот резиновый шланг маслостойкий. Вот, но недавно я прокатил на жаре 300 километров по трассе туда-сюда. Приехал, открыл капот и увидел, что насос горячий настолько, что просто до него не дотронуться. Крышка насоса была такая горячая, что не тронуть. И в топливной трубке валил воздух. Конечно, первая мысль была то, что резиновая трубка у нас попалась не маслостойкая. Она продырявилась и валил воздух вместе с соляркой. Но что оказалось? Оказалось, что пока я ездил, скажем так, на улице было холодно, солярка была холодная. И все было хорошо. Но, когда поехал по трассе, на улице была жара, шланг у нас стоит не идеально ровно, а с перегибами. И когда солярка нагрелась, этот вот перегиб, он был, скажем так, небольшой. А при нагревании он, шланг размягчился и он стал вообще очень сильный угол. И получилось, что насос у нас стоит маленький, пол атмосферы, и он не может прокачать. И из-за этого опять систему воздушило. Как я доехал от этого километров, вообще непонятно. Ну, приехал, транзистор не перегорел, все нормально. Поэтому наша задача сейчас переделать подачу солярки с насоса на ТНВД, как по родному, родными пластиковыми шланжиками с переходничком. Для этого нам понадобится шланг родной, который стоял у нас вот сюда вот на подачу. Вот, на 12 миллиметров. И второй шланг, тоже, которому надо взять с обратки. Но я с другого шланга взял. Вот, тут у нас восьмерочка. Вот, и переходник берем один. 8 на 12. Такие вот переходники продаются в магазине, на рынке. 8 на 12. Вот, сейчас я феном грею шланги и соединяю. Вот, систему собрал. Вот так вот получилось. Вот, феном погрел. Одел на крышку, на переходник и на насос. Так, вот, сейчас все это хозяйство обратно ставим на место. Подсоединяем датчики. Вот. И все всумываю внутрь. Так, обратку ставим тоже на место. Закрываем. Так, ну вот, двигатель взял. Все нормально работает. Воздуха в системе нету. Воздуха нет. Ну вот, как видно, все работает. И видно, что резиновый шланг себя не оправдал в данной переделке. То есть, он при нагреве имеет свойство становиться очень мягким. И на изгибе перекрывает доступ солярки. Вот. Поэтому, лучше, конечно, при переделке использовать оригинальные немецкие пластиковые шланги, которые стояли в баке. Ну и переходничок 8 на 12. И все. Так что, пробуйте данную переделку. Всем спасибо и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok